Друзья, привет! Это интернет-магазин Волколесо и в этом видео мы с вами посмотрим шину Bridgestone по TENSA RE003. Модель была представлена в 2016 году и как любитель Bridgestone я в этом видео буду вредничать и задавать вопросы по этой шине. Просто потому что они есть. Ну, конечно же, помимо того, что я буду вредничать, я вам, как всегда, расскажу о рисунке протектора этой шины. Мы с вами измерим ее глубину, мы с вами посмотрим на соответствие размеров заявленных шины, которые, то есть, должны быть, есть ли они действительно, 215 ли миллиметров действительно ширина. Мы с вами посмотрим боковины, насколько они мягкие или жесткие. Посмотрим все маркировки, которые увидим на этих самых боковинах. Мы также с вами измерим, сказала, при глубину протектора. Ну, если не сказал, то скажу или повторюсь, что измерим глубину рисунка протектора, взвесим эту шину и посмотрим на индексы максимальной скорости, нагрузки, или шина была произведена, когда она была произведена и как это можно посмотреть своими собственными глазами. Ну, а вредничать я буду исключительно из-за того, что я изучил при подготовке к этому видео, посмотрел, что же пишет компания Bridgestone по поводу этой шины и куча видео, восхваляющих эту шину, где нет ни одного минуса, одни только плюсы. И, конечно же, это вызывает некоторые вопросы. Но, тем не менее, мы видим с вами, что шина полностью асимметричная. Здесь не надо быть специалистом и даже не надо искать надпись Inside. Все и так понятно. Рисунок такой, знаете, более спортивный для, конечно же, для более сухого покрытия, для спортивных автомобилей. И не лишне будет сказать, что я специально взял этот размер 215-60-16, который ставится на кроссоверы, потому что очень интересно было посмотреть на шину именно такую, знаете, прям спортивную, как они заявляют, для спортивных автомобилей, но в достаточно гражданском размере, без низкого профиля и всего остального. Конечно же, компания Bridgestone говорит, что обязательно, чтобы шина показала все свои лучшие качества, ее нужно прогреть. И, конечно же, я уверен, что это именно так. Учитывайте, что шина не будет показывать сразу же своих всех превосходных качеств, которых у нее, безусловно, много, но есть также и вопросы. Тем не менее, давайте смотреть. У шины три продольные канавки. Одна полуканавка, как ее называют сами производители. Две канавки достаточно такие прямые, обычные. И одна вот такая волнообразная, с переменной вот такой вот шириной. Ну и давайте измерим эти канавки, тем более мы с вами это уже делаем прям-таки в регулярной истории. Значит, самое широкое место в этой канавке у нас примерно 11-12 миллиметров. И самое узкое место это примерно, ну сколько здесь, миллиметров 8, да? И эта канавка у нас 6 миллиметров. Ну и это примерно тоже, наверное, 6-7 миллиметров. Ну, примерно так. Так вот, что же говорит компания Bridgestone? Bridgestone такие интересные. Они говорят, что шина, конечно же, управляется в сухую погоду отлично. И прям аквапланирование совсем риск снижен. То есть шина будет очень хорошо себя вести, потому что у нее есть изогнутые каналы, которые проходят по всей шине и так далее и тому подобное. Но, во-первых, давайте вот не будем себя обманывать. Посмотрите, много ли вы видите этих самых каналов? Здесь да. Здесь, может быть, тоже да. Но сами канавки для разгона воды из пятна контакта, они достаточно узкие, даже несмотря на вот эти вот расширения. Да, здесь, конечно же, тоже будет разгоняться вода. И они говорят, что вся эта история для того, чтобы шина вела себя хорошо при аквапланировании, точнее, чтобы его не было, взирта из мира автоспорта. Друзья, вот смотрите, я прямо сейчас выведу на экран дождевые шины Формулы 1. Раз, два, три, может быть, четыре. Но вот смотрите, даже в этой подборке фотографий есть потенза формульная дождевая. Вы видите хоть что-то общее? Вот посмотрите, в этих формульных шинах просто, они просто испещрены канавками. Вот это дождевая шина, где будет действительно борьба с аквапланированием. Вот она, а здесь чего общего? Где это вообще? Ну, просто логики я не вижу. Если вы знаете эту логику, напишите, пожалуйста, в комментариях. Можете даже дизлайк мне поставить за это. Но я вижу то, что я вижу. Вот, шины формульные, действительно спортивные, действительно дождевые. Да, здесь борьба с аквапланированием. Здесь я вижу, что это типично шина для сухого покрытия, которая, да, будет отводить воду, безусловно, конечно же. Но у любой шины, друзья, это очень важно, у любой шины есть порог аквапланирования. Любая шина всплывает абсолютно. Любая, даже вот формульная, которую я вам показал, просто вопрос скорости, на которой она всплывает. И я уверен, что если бы эта шина выглядела как формульная, всплывала она бы на скоростях значительно больше. Поэтому, друзья, будьте внимательны, эксплуатируя эту шину, будьте особенно внимательны, когда влетаете в лужи. Не слушайте, по крайней мере, пока не поймете, как шина себя ведет, не слушайте эти рекламные пресс-релизы. Будьте внимательны, берегите свою жизнь, здоровье и автомобиль. Поэтому, но на сухих покрытиях тут вопросов нет. Шина обладает действительно вот этими монолитными плечами, которые действительно в поворотах будут просто очень хорошо держать шину. Даже, я уверен, на мокрой поверхности, но никогда лужа, понимаете? То есть, вот прям на мокрой, да, вопросов нет. На сухой еще вопросов меньше, потому что, посмотрите, да, вот эти монолиты, они, конечно, очень мощные и очень крутые. Также в поворотах будет держать и вот эта вот пуль непробиваемая, в кавычках, боковина. Она, конечно, очень толстая. И я почему взял эту шину, чтобы посмотреть в том числе и на боковины, на таком гражданском размере. Ну ладно, повозмущались и хватит. Давайте измерять глубину рисунка протектора. Измерим полную, как мы с вами любим, это 8 почти миллиметров, ну, 7,9. Это нормальная, если мы говорим о том, что шина с уклоном в спортивность, то здесь глубина, конечно, шикарная вообще, потому что на многих спортивных шинах глубины практически нет. Но здесь она есть и действительно она весьма и весьма такая, ну, неплохая. И до ограничителей или до индикаторов износа, которые вот обозначаются на этой шине вот таким треугольничком, то есть, чтобы не искать их и не выворачивать колесо, вы просто ищите вот этот треугольничек и смотрите, что здесь они у вас установлены. Так, друзья, давайте смотреть, сколько же до индикаторов износа. Здесь 6,1 миллиметр. Все как обычно для стандартной гражданской шины. Я бы сказал, что эта шина такая, знаете, спортивно-гражданская, коей она наверняка и является. Ну, немножечко посмотрим по наклейке. Мы видим, что здесь обычная совершенно наклейка обречисован по Тензо. Никакой информации, кроме размера и индексов максимальной скорости и нагрузки не несет. 215 ширина, 60 это высота профиля в процентах от ширины, радиальная конструкция, 16 посадочный диаметр в дюймах. И, между прочим, чтобы узнать, сколько же он в миллиметрах, то есть в нашей метрической системе родной, 16 умножить на 25,4 и всего-то делов, как говорится. Или дел, делов неправильно, да ведь? Ну, так вот, 95V. И это, кстати, вот любопытная штука. Потому что 95 это 690 килограмм на одну шину. Соответственно, комплект может выдержать 2 тонны 760. Я правильно посчитал у меня? Ну, примерно так. Это хороший, нормальный кроссоверовский показатель. А вот индекс V нам говорит о том, что максимально допустимая скорость на этой шине это 240 км в час. Что-то спортивность как-то исчезает постепенно. 240 это максимальная скорость на этой шине. А если я вдруг решу на ней в Европу поехать, на автобаны без ограничений скорости, то что, нельзя выше поехать как-то 240? Или этот размер просто подразумевает то, что автомобиль не будет способен передвигаться выше 240? Может быть так? Ну, все-таки это какие-то, знаете, глобальные какие-то противоречия. Где спортивность? V это не спортивность. W, например, это я понимаю спортивность. W это 300, например. Ну, хотя бы W поставьте 270. Ну, что такое W? Не знаю. Вот. Ну, ладно, едем дальше. Боковина, как я говорил, здесь просто пуленепробиваемая. Очень такая плотная, жесткая. Это будет давать как отсутствие комфорта, конечно, какого-то, но будет давать жесткость, которую многие и любят. Вот я, допустим, люблю такие шины пожестче. Вот. Но состав смеси здесь и так будет таким, знаете, достаточно жестким. Вместе с жесткой боковиной шина будет достаточно такая зубодробительная. И, конечно же, если у вас какой-нибудь немецкий автомобиль, который сам по себе не мягкий, то это даст ему дополнительные, конечно, рулежки, так скажем. Шина будет позволять автомобилю очень чувствовать руль прям до миллиметра, но комфорта будет еще, в общем-то, меньше. Но для каких-то вальяжных автомобилей, может быть, это то и нужно, чтобы добавить остроты в управляемость. И вместе с тем, наверняка, здесь не будет никаких вопросов к баковым порезам, грыжам. Никаких абсолютно. Тем более, вот для этого размера 215-166, я думаю, что это просто вечная боковина, скорее всего. Ладно, переворачиваем и смотрим, что же мы увидим по маркировкам. Так, сначала мы, видите, пустое место, не видим ничего. Бриджстоун, потенза, все понятно. Так, так, размер тоже понятен. Это заводские коды. 50-е недели 17-го года дата производства. Как я уже говорил, что шина производится с 16-го года. И, в общем-то, 17-й год может встретиться вам. Тут вопросов нет. Вот любопытные вещи. Классные, прям такие честные, как я люблю. Тредвей 220. Шина обладает абсолютно низким показателем трендвая. Это говорит о том, что шина в наших условиях пройдет примерно 55 тысяч километров. Трекшн А, то есть управляемость на мокрой поверхности на хорошем уровне. Темперчи А, это борьба с нагревом шины. Тоже с ней все в порядке. Показатели высокие. Кроме трендвая. Тредвая здесь прям такие маленькие. Друзья, если кто использует эту шину, напишите, пожалуйста, в комментариях, как в реальности дела обстоят. Действительно она так быстро стирается или все-таки ходит получше как-то? Потому что бридж 100, мне кажется, должен ходить неплохо. Но, правда, я не говорю о таких спортивных шинах, как эта. Значит, Е4 обозначает, что шина была сертифицирована для продаж в Европе и произошло это в Голландии. Шина производится в Индонезии. Так, так, так. Что еще из интересующих нас кодов? Ну, вот эти контроль качества здесь все понятно. Видите, QA. По точкам есть отдельное видео. Посмотрите, если интересно, что они обозначают. Так, так, так. Внешняя сторона шина бескамерная, радиальная и так далее. Давайте перевернем. Посмотрим, что же у нас на другой боковине. Есть ли какие-то не дублирующиеся маркировки. На этой шине не так много информации. И ее, в общем-то, практически нет. Кстати, не вижу, чтобы здесь было указано D.O.T. То есть, судя по всему, шина не сертифицирована для продажи в США. Но, по-моему, у Бриджстоуна в США там вообще какая-то своя атмосфера, свои модели. Поэтому здесь имеем европейскую шину. Ну, давайте взвешивать. Посмотрим, сколько же она весит. И весит она 10,9 килограмма. Это, кстати, ну, так себе. Чуть-чуть выше среднего веса. Нормальный вполне. Вопросов здесь к весу, в общем-то, у меня никаких. Учитывая, что такие боковины толстые. Что шина сама по себе достаточно спортивная. Хотя, сказать честно, ведь в спортивности очень важно облегчение. То есть, шина должна быть полегче. И здесь тоже такой вопросец. А если она спортивная, и она должна, знаете, не только же для управляемости прям такой, но она же и должна экономить доли секунды. И, значит, она должна быть еще полегче. И мы с вами здесь не увидели плайс. То есть, из чего состоит корт или вот слойность шины. Какая вообще? Давайте резюмировать, подводить итоги. И перед этим хочу попросить вас подписаться на наш канал. Именно это дает нам лучшую мотивацию, чтобы снимать эти видео. И дальше, я могу сказать, что если вам нужен держак в сухую погоду, чтобы шина держала прям уверенно, безусловно, берите. Это ваша шина. Если вам нужны шины, которые имеют плотные, очень боковины, такие, знаете, толстые, пульнепробиваемые, берите. Это ваша шина. Если вам нужна жесткая такая шина, которая будет давать вот эту остроту в управлении, тоже, однозначно, ваша шина. Но, если вам нужен хотя бы какой-то комфорт, если вам нужна все-таки более такая спортивность, знаете, такая нарочитая, и вы действительно хотите выехать на трек, то, безусловно, эта шина не ваша. Для трека есть другие шины, друзья. Это, ну, я не вижу в ней трековости. То есть, она такая, у нее нет хорошего индекса скорости. Где ж тут трек? Возможно, эти противоречия возникают из-за размера. То, что я действительно нарочито специально взял 215-60-16, и получил, в общем-то, некоторую кашу в этом обзоре. Ну, вот что имеем, друзья, то имеем. Тем не менее, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok